Это Актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия Вера Кузакова. Вера Алексеевна, я вас приветствую. Добрый день. Этим летом были внесены изменения в строительном законодательстве, которые в ближайшее время обяжут застройщиков вносить некую сумму в компенсационный фонд. Расскажите, пожалуйста, что это за компенсационный фонд и какую сумму нужно вносить и скажется ли это новшество на работе застройщиков? Все изменения в законодательство внесены с целью защиты прав граждан, которые принимают участие в долевом строительстве жилья. Эти изменения касаются именно застройщиков, поскольку усиливаются требования, ужесточаются требования к самим застройщикам. Это такие механизмы, как дополнительные требования, это застройщик должен открыть специальный счет в банке, так называемый экстрейл-счет. Значит, эти денежные средства должны быть направлены на этот счет. На этот счет аккумулируется не только денежные средства, но и имущество, и документы, документы и денежные средства. Также предусматривается создание компенсационного фонда, и застройщик должен 1,2% направлять в компенсационный фонд от суммы договора долевого участия. Чем отличается компенсационный фонд, те требования сегодня в законодательстве, от прежних требований, когда застройщик платил страховым компаниям. Страховым компаниям он оплачивал сумму всего, всех затрат на жилой дом, то есть он заключал страхование всего дома. То здесь именно та сумма, которая прописана в договоре долевого участия. Поэтому также урегулированы механизмы банковского проектного финансирования застройщика, ну и есть требования введения единого реестра застройщиков. Вот такие требования. Конечно, для наших застройщиков это в какой-то степени негативно скажется, поскольку сегодня законодательство еще требует, что застройщик должен ввести строительство одного только объекта. И при наличии одного разрешения на строительство это тоже немножко отрицательно скажется на застройщиков. Как отреагировали застройщики? Наши застройщики, конечно, отреагировали не очень позитивно, поскольку на сегодняшний день они не соглашаются с теми требованиями, которые сегодня приняты. И они подготовили ряд вопросов для того, чтобы мы поставили в части изменения законодательстве. Эти вопросы обозначены, будут направлены в ближайшее время в Министерство строительства Российской Федерации. Ну и, значит, общественная палата занимается, депутаты привлечены к этой работе. Но, во всяком случае, закон вступил в силу, он должен работать, и сегодня застройщики в этих рамках находятся. Сможет ли этот фонд все-таки защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков? Ну, простая арифметика показывает, что полностью 100% он не защитит. Поскольку, значит, как я уже говорила, застройщик направляет 1,2% от договора долевого участия. Мы там немножко посчитали, значит, и прикинули, это практически 30%. Если в случае, конечно, застройщик окажется в такой вот ситуации, то фонд, те деньги, которые он направляет, направляет застройщик, фонд сможет расплатиться только 30% от всех дольщиков. Вот такой интересный вопрос. Мы в итоге добиваемся того, что застройщики начинают реально добросовестно делать свою работу. И никто не страдает, и все хорошо. Вот этот вот фонд, как себя будет при этом вести? Очень хороший вопрос. Я этот тоже вопрос задавала как раз при встрече с руководством вновь созданного компенсационного фонда. Значит, фонд не будет возвращать деньги, средства, которые, значит, застройщик направлял. То есть, как раз вот это отсутствие механизма стимулирования застройщиков быть добросовестным, он как раз указывает на то, что есть возможность застройщику все-таки проявлять себя как недобросовестным. Скажите, пожалуйста, когда будет создан реестр вот этих вот недобросовестных застройщиков, о котором говорил руководитель региона Егор Борисов? И вообще, какое число обманутых дольщиков на данный момент у нас в регионе? Ну, реестр этот у нас ведется, но и по-прежнему законодательству были такие требования. Этот реестр ведет управление государственного строительного жилищного надзора. В этом реестре на сегодняшний день, на 7 октября 2017 года, сегодня уже числится 14 застройщиков по 19 объектам недобросовестных. Это что касается реестра недобросовестных застройщиков. Что касается реестра граждан, которые пострадали от недобросовестных застройщиков, там тоже другой есть реестр. И в этом списке числится 294 гражданина. Скажите, какой объем средств заложено в бюджете на помощь этим обманутым гражданам в бюджете республики на 2018 год? На 2018 году у нас заложено 20 миллионов. В 2017 году мы прорабатывали в 2016 и приняли в 2017 году. Сегодня в 2017 году в бюджете 45 миллионов имеется. И мы будем их направлять на вновь созданные жилищные кооперативы для завершения двух проблемных объектов. А на следующий год 20 миллионов. Скажите, пожалуйста, а вот эта сумма, есть какой-то подсчет, на сколько процентов защитит, какое количество граждан? Хватит ли этих денег? 20 миллионов мы будем рассчитывать, будем направлять в 2018 году. Это те граждане, которые имеют двойные договора долевого участия. То есть те застройщики, которые позволяли себе заключать на одну и ту же квартиру, два договора. По одному договору гражданин будет работать как на завершение строительства, то по второму договору, то есть по второму договору ему практически, у него и нет застройщика. Поэтому эти деньги будут направлены на договора двойными продажами. Скажите, а в связи с сокращением государственных программ, финансирования этих программ, будет ли сокращено количество водожилья на следующий год? Конечно, мы уже прогнозируем. Дело в том, что на 2018 год мы обозначаем, уже с Минэкономикой, с Минфином переговорили, поскольку надо посмотреть, какая будет, во-первых, граждане, как будут зарплату получать, или, говорит, заплатежно-особность граждан надо бы проанализировать. Поэтому мы на 2018 год ставим 520 тысяч квадратных метров. Это те показатели, которые были в плане на 2015 год у нас стояли. А по сравнению с нынешним годом? В этом году мы планируем на уровне 2016 года. 2017 год закончить. Вот хотелось бы узнать такой вопрос. Многие жители нашей республики, в частности, города Якутска, жалуются на качество вводимого жилья. То есть проясните ситуацию, как проводится, как обследуется качество и так далее, и тому подобное. Как мы строим? Ну, конечно, вопросы качества вообще, они актуальны уже на протяжении многих лет, и они становятся более остро, острее и острее, поскольку граждане вкладывают свои средства. Если раньше получали квартиры, получали просто квартиры, то как-то не очень, может быть, было обидно смотреть на то качество или ту квартиру, которую они получали. То сегодня, конечно, вопросы качества очень остро стоят. Что касается вопросов качества, мы рассматриваем и в министерстве, созданными всевозможными межведомственными комиссиями, мы рассматриваем. Значит, вопрос рассматривали буквально первого числа у председателя правительства, вопросы качества, наметили основные мероприятия. Есть поручение в адрес министерства строительства, отработать все нюансы, все моменты для того, чтобы повысить качество. Поскольку качество, я еще раз говорю, это не только от подрядной организации зависит, это комплекс мер, которые необходимо направить. Это и финансирование, это и разработка проектной документации, качество проектной документации, это и экспертиза, это и стройнадзор, и строительный контроль, это и подготовка кадров. Вопросов очень много. Поэтому мы эти все моменты проанализировали, и сейчас будем разрабатывать дорожную карту, и 2018 год будет посвящен именно решению данных вопросов. Но что касается, будем говорить так, это будущее, но граждане, конечно, сегодня не устраивают, наверное, такой ответ, поскольку вопросы качества по тем домам, которые мы строим и передаем, мы должны отрабатывать, будем так адаптировать здание между застройщиком и управляющей компанией. Самое главное, чтобы управляющая компания приняла этот объект, во-первых, ну и, естественно, не принимала бы объект у застройщика, который не соответствует. Поэтому в этом плане, что управляющие компании должны очень жестко тоже работать. И пока вот первых 3-5 лет, по договорам долевого участия, 5 лет гарантийных, вот за этот период, чтобы управляющая компания могла бы отработать еще с застройщиком, который он еще как бы есть, чтобы все устранить дефекты. Ну, строительство, оно такой процесс, который имеет свойство в процессе эксплуатации проявляться дефекты, которые заложены в скрытого, имеющийся скрытый характер. То есть где-то стяжка была, некачественно выполнена, на нее положен линолеум, и он проявляется уже в процессе эксплуатации. Вот те, как говорится, параметры, которые нехорошо выполнил застройщик. Не могу не спросить, как представитель наших телезрителей, так скажем, человек из общества, не секрет, что все-таки цены у нас практически заоблачные. Может быть, как мысль, вот как раз этот компенсационный фонд или еще какие-то изменения в законодательстве помогут нам все-таки сделать доступным жилье всем? Есть ли такое возложность? Вот два противоположных вопроса. Вы говорили мне только что о качестве, и тут же снижение стоимости квадратного метра по цене вопроса. Здесь, конечно, вот это качество, которое стоит, нам была поставлена задача тоже снижать стоимость квадратного метра. Но надо сказать, что на севере у нас не получится, поскольку все-таки затраты очень много, потому что очень много завозных материалов. Спасибо, Вера Алексеевна, большое вам за беседу. Напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в гостях была министр архитектуры и строительного комплекса Республики Саха-Якутия Вера Кузакова. Оставайтесь с нами, мы обязательно обсудим самые важные.